Музыка Частью дачного быта являются предметы старины, которые давно вышли из употребления в городских квартирах. Например, самовар, как один из символов загородной жизни, или цветы на участке. В выставке «Русская усадьба» раскрыта эта тема через пейзажи, натюрморты и уникальные экспонаты. Частью дачного быта являются предметы старины, натюрморты и уникальные экспонаты. Экспозиция состоит из трех частей. Дореволюционное, советское время и наши дни. По каждой эпохе подобраны картины и экспонаты, наполненные атмосферой данного времени. Авторами проекта выступили художник-пастелист Натали Михайлюк и руководитель частного музея станция «Дачная» Сергей Агроба. Они приехали к нам из городского округа Клин. Натали живет в частном доме и поэтому знает, в чем прелесть дачной жизни. Переехав в загород, я как-то прочувствовала жизнь вот эту тихую, спокойную, гармоничную, умиротворенную совершенно по-другому, чем когда наездами, знаете, из Москвы в загород и обратно. И, наверное, именно это меня вдохновило на такой проект «Русская усадьба», потому что этот проект, ну, он в принципе о загородной жизни, да, и о сегодняшней, о том, как это было 50, 100, 150 лет назад. Все представленные работы написаны в технике сухой пастели. Всего их более 60, а также около 30 экспонатов из частного музея Сергея Агробы. Так как у нас музей народный, все экспонаты нам в основном приносят, отдают. Это что-то из семейных фондов, что-то из семейных фондов друзей, знакомых. Ну и даже за счетой гости, туристы, которые приезжают, посмотрят и понимают, что у них есть что-то, что вроде бы и выкинуть жалко, с другой стороны, и дома не нужны, спрашивают. Готовы взять фонды? Ну, если действительно это нам подходит по тематике, конечно, мы это берем и этим людям действительно благодарны. Выставочный проект наполнен добротой, домашним теплом, уютом, красотой и благополучием. Спасибо большое организаторам, художнице и создателю частного музея за такую прекрасную, необычную выставку. Выставка «Русская усадьба» дает возможность проникнуться духом жизни за пределами большого города. Она будет работать в историко-культурном центре до 21 января следующего года. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.